Всем привет! Мы специалисты по информационной безопасности компании 1S Bittrex. И сегодня мы с вами поговорим о безопасности в веб-приложениях, рассмотрим уязвимостей и способы защиты от них. Безопасность является важнейшим аспектом разработки. Очень тяжело бывает искать баги в крупных проектах. Поэтому необходимо как можно больше и тщательнее готовиться к этому, не допускать ошибок, развиваться. Мы напомним вам, какие бывают уязвимости, как от них защищаться, и покажем вам реальные кейсы жизни, как люди нашли что-то там у довольно крупных компаний, и они не поскупились на вознаграждение. Начнем мы с такой даже не уязвимости, а особенности, которая называется HTTP параметр Pollution. Необходимо помнить, что все, что отправляется на веб-сервер, контролируется пользователем, и не только значения параметров, но и сами имена он тоже может контролировать. Например, у нас на слайде написано, как параметр ID превращается в массив, а текст отправляется дважды. В результате, если ваш веб-сервер на такое не рассчитан, или поведение приложения, могут возникнуть некоторые конфузы. Примером является веб-интенс Твиттера. Исследователь, изучая приложение и то, как оно себя ведет, заметил, что при действии подписаться на пользователя передается параметр ScreenName. Он решил проверить, как же поведет себя приложение, если вместо одного параметра передать два. В качестве первого параметра было передано значение оригинального аккаунта Твиттера, в качестве второго аккаунта было передано тестовое значение. При этом Твиттер генерировал HTML-форму, в котором значение оригинального аккаунта передавалось в Input, а в Action уходило значение тестового аккаунта. Таким образом, пользователь видел, якобы он совершает одно действие, но по факту подписывался на тестовый аккаунт. Также на примере на данном слайде мы видим, как выглядел лайк этого же действия, и совершался он не на этот пост, а тот, который указан был в параметре в GetZaprosin. Собственно, контролируйте полученные типы данных, и будет вам счастье. Переходим к следующей уязвимости — открытое перенаправление. Обычная уязвимость некритичная, но позволяет вполне себе обмануть пользователя, заманить его на посторонний какой-то сайт, и там уже злоумышленник может ввести его в заблуждение, там выманить кредиты, пароли и так далее. Как оно возникает? Когда вы берете данные из запроса и отправляете их в header location. Либо в JavaScript вы парсите URL, берете то, что находится после решеточки, и также на JavaScript отправляете пользователя на какой-то другой домен. Злоумышленник, как я уже рассказывал, может указать свой сайт, ввести пользователя там в заблуждение, либо отправить ему письмо, где ссылка якобы на ваш сайт, а он перенаправит его на сайт злоумышленника. В общем, ничего приятного не выйдет. Примером будет являться канадский производитель CMS Shopify. В его функционале присутствовала возможность предпросмотра темы магазина, где при переходе на такого вида запроса редиректилась на значение параметра domain name. Но ошибкой приложения было то, что не проверялось, является ли значение параметра domain name частью домена с Shopify. За данную находку было выплачено 500 долларов. Собственно, перед тем, как переправить пользователя на какой-то адрес, проверьте URL либо по белому списку, либо то, что он относится именно к вашему сайту. Следующая изимность, на которой держится вся веб-безопасность, это XSS. В чем она заключается? Вы берете данные из запроса и выводите их в теле HTML-ответа. На данном примере, например, злоумышленник мог закрыть кавычку, закрыть тег, написать тег-скрипт, выполнять там все, что угодно, и в дальнейшем, когда жертва перейдет, например, по ссылке, у нее в браузере будет выполняться произвольный JavaScript-код. Злоумышленник может перерисовать вообще весь сайт, опять же ввести жертву в заблуждение, и все в таком духе. Различают хранимый и отраженный XSS. В случае отраженной в теле ответа получается то, что введено в запросе сразу. В случае сохраненной данные сначала сохранятся в базу и могут выводиться уже впоследствии на каких-то абсолютно любых страницах через день, через два, через год. Частным случаем XSS-атаки является HTML-инъекция. Некий сайт был написан на основе WordPress и содержал стандартную форму входа в систему администрации. Исследователь заметил, что при некорректной аутентификации выводилась ошибка, которая была равна значению параметра error в GED-запросе. Тогда он решил проверить, что же будет, если присвоить ей свое произвольное какое-то значение. И, как мы видим на данном слайде, это отображалось как часть системной ошибки, что легко могло ввести в заблуждение пользователя. И здесь предлагалось воспользоваться номером телефона, либо почтой злоумышленника. Более интересным способом это будет XSS-атака, почтовый сервис Yahoo Mail, который позволял обмениваться письмами с содержанием HTML. И примером будет являться... Там был санитайзер, который обезопасивал пользователей, удаляя все сущности JS типа onError, onLoad и тому подобного. Но он имел недостаток, а именно некорректно обрабатывал значения булевых атрибутов. То есть, как указано на данном слайде, если передавалось значение hello, санитайзер удалял данное значение, и благодаря спецификации HTML, которые допускают любое количество пробелов, то значение атрибутов, все это дело преобразовывалось следующим образом. Значение check it у нас становилось равно name, кавычка, check, и появлялся дополнительный атрибут onClick со значением alert. Наш исследователь передал следующее значение. И теперь давайте пару минут подумаем, как же все-таки это после санитайзера выглядело. Ну, предположили? Окей. Таким образом, у нас значение из map стало равно items type y, и появилось два дополнительных атрибута, самым интересным из которых, конечно, является со значением alert.xss, что приводило к хранимой xss-атаке. За данную уязвимость было выклачено 10 тысяч долларов. Собственно, защита от xss не такая уж и сложная. Необходимо как можно ближе к месту вывода преобразовывать кавычки открывающиеся теги, анперсенты в HTML сущности, либо экранировать их в зависимости от места вывода. Не доверяйте никаким входным данным, полученным от пользователя, полученным от каких-то техногигантов, с которыми вы поддерживаете, там, какую-то интеграцию, будь то Google, Яндекс, Facebook и так далее. Если вы изометряете поменьше велосипедов, для каких-то небольших проектов посмотрите в сторону использования Content Security Policy. Эта политика поддерживается современными браузерами, позволяет указать ему, из каких источников ему разрешено выполнять скрипты, какие скрипты вообще можно там запретить, функции и вал в духе таком. Тем самым усложнив злоумышленнику эксплуатацию данных уязвимостей. Следующая уязвимость, достаточно известная тоже, SQL-инъекция. Вы берете какую-то переменную из запроса, подставляете ее в SQL-запрос и отправляете на SQL-сервер. Злоумышленник может ваш SQL-запрос дописать и получить любые данные из любой таблицы вашей базы данных. Примером будет уязвимость в приложении Uber. Исследователь получил рекламное письмо на свою почту и заметил, что в кнопке «Отписаться от рассылки» содержится параметр P со значением, закодированным в BS64. Раскодировав его, он понял, что это JSON и решил проверить, что будет, если дополнить данный параметр своими значениями. Он дописал команду sleep12, сервер ее распознал, выполнил ожидание 12 секунд, после чего только начал совершать дальнейшие действия. Этого было достаточно для того, чтобы подтвердить уязвимость и за данную находку получил 4000 долларов. Собственно, проверяйте типы полученных данных перед подстановкой в SQL-запроса. Если там подразумевается число, воспользуйтесь функцией intval, чтобы перевести его явно. Если это строки, используйте экранирование, которое предусмотрено в фреймворке. Они, как правило, основаны на MySQL Escape String. И мы также рекомендуем использовать URM. Производители URM давно эти моменты учли. Но читайте внимательно документацию. Каждый URM позволяет выполнять SQL-запросы напрямую, где нужно всем этим рекомендациям выше следовать. И, возможно, у каждого URM будут какие-то тоже ошибки, писали не боги. Следующая уязвимость — межсайтовая подделка запросов. У вас на сайте может быть какая-то форма перевода средств от одного пользователя к другому, у нее есть какой-то обработчик и два параметра — сумма и ID получателя. Злоумышленник может эту форму скопировать один в один, разместить у себя на сайте hacker.com, поменять параметр action, ввести желаемую сумму, которую он хотел получить, и свой ID. Дописать JavaScript, который будет эту форму отправлять по загрузке страницы, и дождаться, пока авторизованный на вашем сайте жертва заглянет к нему на сайт. Форма автоматически отправится, браузер подставит куки и осуществит перевод на счет злоумышленника. Уже давно придумана защита. В каждую форму, которая осуществляет какое-то действие на вашем сайте, необходимо добавить сrf-токен. Он должен быть уникальным для каждого пользователя. Нежелательно передавать их методом GET, потому что тогда они сохраняются в логах веб-сервера. И могут утекать через реферер, если на вашем сайте есть вставки изображений или каких-то скриптов с других доменов. Современные браузеры также пытаются помочь в защите. Сейчас поддерживается атрибут same-side для кук. Он запрещает браузеру отправлять куки, если идет запрос с другого домена. Но это не все. Желательно еще с cssrf-токенами аккуратнее работать. Потому что даже если вы очень педантично выполняете все данные действия, все это будет бесполезно, если где-то вы его засветили. Исследователь изучал свое любимое приложение и заметил вот такой вот JS-файл, в котором была переменная, назначавшаяся параметр RT, значением которого был актуальный cssrf-токен. То есть все, что необходимо было злоумышленнику, это заманить жертву на свою страницу, которая бы обращалась к данному JS-файлу, и вытащив оттуда cssrf-токен, можно было полностью захватить аккаунт жертвы. Почти такая же аббревиатура, но на этот раз это подделка запросов на стороне сервера. Часто бывает необходимость создать функционал, когда на сервер приходит URL от пользователя, сервер по нему переходит и отдает какие-то данные. Проблема начинается, когда пользователь начинает указывать там ссылки на локальные ресурсы. Сервер компании может располагаться где-то удаленно в облаке, а может где-то в офисе. В офисе будут рядом стоять принтеры, роутеры, какие-то служебные еще сервера, где могут быть выполняться какие-то скрипты. В общем, что-то может удалиться или раскрыться пользователю. Данное приложение содержало веб-патентграцию, благодаря которой пользователи могли выгружать данные из внешних источников. Наш исследователь решил проверить, что будет, если указать в качестве веб-хука локальный адрес. Localhost не увенчалась успехом, так как сервер ответил, что данный адрес недопустим. Тогда он решил попробовать стандартный для Localhost IP-адрес 127.0.0.1, что также привело неу к успеху. Но IP-адрес можно представить у нас очень большой вариацией способов, и третий и четвертый способ у них уже удался. Тогда он решил проверить, что будет, если обращаться к портам. И обратившись к SSH-порту, он получил 503-ю ошибку о том, что не удалось извлечь все заголовки, и этого было достаточно для того, чтобы подтвердить уязвимость, что сервер раскрывает внутреннюю информацию. По возможности проверяйте адреса, по которым переходит ваш веб-сервер, по белому списку, потому что очень сложно заниматься подобными проверками. IP-адрес можно представить очень большой вариацией различных… очень большой вариацией различных написаний. И если вы разрабатываете под Bittrex, используете наш HTTP-клиент, мы там предусмотрели опцию Save Private IP, устанавливаете ее в False, и HTTP-клиент по локальным адресам не пойдет. Следующая уязвимость — внешние сущности XML. В чем она заключается и почему она происходит? XML — очень богатый формат. Он позволяет указать парсеру XML, что ему необходимо прочесть системный файл, и иногда даже выполнить код. На данном слайде мы показываем пример такого файла. Объявляется сущность, которая называется XSE. Она указывает парсию, что необходимо прочесть файл ETC по SVD, и содержимое вывести в теге user. Если это отправится на сервер, прочитается, и где-то потом может содержимое этого файла вывестись пользователю. Как, например, было в Гугле. Исследователи заметили, что есть такой функционал Toolbar, который позволяет кастомизировать свои кнопки. И это делалось с помощью загрузки XML-файла с пользовательскими настройками. Исследователи подгрузили туда сущность, и, собственно, в теле ответа получили данные файла ETS по SVD. За это они получили 10 тысяч долларов. Старайтесь не использовать XML. В принципе, он уже устарел и редко, когда нужен. Если все-таки нужен, изучайте возможности своего парсера, с какими опциями он безопасен, с какими нет. Найдите и сделайте так, чтобы он по внешним сущностям не переходил, не подгружал, ничего не выдавал. Далее. Разделение HTTP-ответа. Ошибка может быть допущена как в конфигурации веб-сервера, так и на уровне приложения. Возникает она, если вы отправляете какой-то кастомный заголовок с произвольным значением, которое получаете от пользователя. На слайде вы видите, как злоумышленник мог бы дописать символ перевода строки и написать еще один заголовок. Например, в данном случае Location, который, прочитав браузер, бы перенаправил пользователя на сайт hacker.com. Можно установить дополнительные коки, можно целиком переписать тело ответа. Все, что будет ниже, браузер вполне себе может проигнорировать. Примером опять же будет являться у нас Twitter. Там есть функционал «пожаловаться на определенный твит». Исследователь изучал, как ведет себя приложение в тех или иных ситуациях и заметил, что символ перевода строки находится в черном списке. Тогда он вспомнил о том, что у Firefox была аналогичная проблема и что часто черный список можно обойти с помощью другой кодировки. Отправив данные значения, в результате мы обошли черный список и установили сет куки с помощью перевода строки. Но здесь мы поговорим немножко поподробнее, как же это произошло. Он взял два иероглифа, которые оканчивались на нужный нам символ. Закодировав их в base, в UTF-8, он передал их серверу. Далее Twitter декодировал все это дело в UTF-16 и по скрытой логике отбрасывал первый байт. В результате мы получили нужные нам 0A и 0D символы, что означает перевод строки. На данном слайде мы видим как раз-таки ответ сервера, в котором мы установили свои значения сет куки, равные «т» с кавычком. Защита в PHP достаточно простая. Начиная с версии 5.4 или даже раньше функция header не позволяет проводить подобную атаку. При использовании каких-то других языков программирования или других функций проверяйте свои заголовки на наличие символов перевода строки. Изобретайте поменьше велосипедов по аналогии с Twitter. Перейдем к следующему. Подключение чтения локальных файлов. Возникает, когда вы берете какие-то переменные от пользователя и отправляете их в конструкцию include, require, либо функции, которые читают файлы, например, файл getcontents. Злоумышленник может подняться вверх по директориям и прочитать любой системный файл. Найти какие-нибудь логины, пароли, ключи, логи веб-сервера. В общем, ничем хорошим для вас не закончится. Примером будет являться данная уязвимость в Google. Это самая дорогостоящая уязвимость в нашей подборке. И здесь пользователь заметил переменную файл, с помощью которой вывел системный файл и узнал версию сервера Google. За это получил 13,5 тысяч долларов почти. Не доверяйте никогда никаким входным данным. Стандартная наша рекомендация. Старайтесь перед include require проверять данные по белому списку. Если ваш сайт позволяет загружать файлы и отдает к ним полные пути, и у вас есть подобная уязвимость, у вас на сайте, скорее всего, есть выполнение произвольного кода. Выполнение произвольного кода. В классическом понимании это когда переменная из запроса уходит функцию в духе system, exec, eval, и, собственно, злоумышленник может отправить туда какую-то свою команду, написать кавычку, выйти за пределы аргумента, который вы старательно написали, и выполнить произвольный код на вашем сервере. Если он предварительно загружает файлик, знает к нему путь и знает предыдущую уязвимость local file inclusion, отправляет ссылочку на него, и PHP старательно выполнит этот код в любом файле, независимо от расширения. Это может быть вполне себе рабочая картинка, в которой в метатеге написан PHP код просто и все. Еще один реальный случай уязвимости найденный. Тестируя приложение, исследователь обнаружил конечную точку IP-интерфейса, в которой была переменная путь, и он решил проверить, есть ли возможность записать файл в произвольную директорию. Это у него получилось, но конфигурация приложения не позволяла ему выполнить код. Как вы думаете, как же он мог из этого выкрутиться? Здесь ему помогла смекалка, потому что он прописал свой CSH-ключ в нужную директорию, и благодаря чему получил права рута на сервере. Опять же, не доверяйте никаким входным данным, старайтесь проверять по белому списку. Если все же какие-то значения, переданные пользователям, необходимо подставить команду, используйте функции, которые предназначены для экранирования команд, либо аргументов, которые уже в PHP давно реализованы. Еще один случай выполнения произвольного кода — это сервер-сайт-темплейт-инъекшн. Возникает эта уязвимость, когда вы пользуетесь какими-то шаблонизаторами, там, Twix, Smarty и тем подобным, и начинаете шаблоны для них генерировать динамически. Если на ваш сайт улетит строчка 7, умноженная на 7, а в ответе видно 49, это означает, что ваш сервер эти два числа перемножил. А если он может перемножать, значит, может выполнять что-нибудь поинтереснее. Примером будет являться тотализатор киберспорта, исследователь, изучая приложение, ничего интересного не нашел в личном кабинете, но там была функция пригласить пользователя. И в качестве имени пользователя он передал данную команду. В ответе письме приглашения он увидел данные как раз-таки файла ETS по SVD. Если вы пользуетесь шаблонизаторами, валидируйте то, что вы в них вставляете. И хотелось бы упомянуть, что у данной уязвимости есть младший брат. Это клиент сайт Template Injection. Если вы используете какой-нибудь Angular, View, React и тому подобные JavaScript библиотеки, вы там также можете начать генерировать шаблоны динамически. Туда тоже может попадать пользовательский ввод, и получается уязвимость аналогичная по своей природе уязвимости XSS. Небезопасная десериализация. Из самого названия понятно, что это когда какие-то данные, обереденные пользователем, проправляют функцию unserialize. Для начала рассмотрим простой пример. У вас есть какой-то класс, в нем объявлен деструктор, и там выполняется функция eval для чего-нибудь. Злоумышленник может отправить вам сериализованный объект класса А, в качестве переменной отправить свой код. Ваш сервер это десериализует, создаст объект. По завершению выполнения скрипта будет вызываться деструктор, который выполнит произвольный код, собственно. И рассмотрим теперь случай посложнее. У вас может быть написано достаточно много классов, например, класс А. У него будет свойство, это обычно у вас объект класса B, и объявлен деструктор, который выполняет какой-то экшен для объекта класса B. Есть у вас класс Z, который с этими классами вообще никак не связан логически. И у него тоже есть функция с именем экшен, которая выполняет какой-то callback. Злоумышленник в данном случае может создать объект класса А. Вместо object class B, как вы ожидаете, он сериализует там объект класса Z. В качестве функции укажет system и в качестве параметра ID. Отправляет к вам на сервер, сервер дестерилизует, создает такой тяжелый неправильный объект. В конце выполнения скрипта будет вызываться деструктор. Экшен, систем, ID. Ничего приятного. По возможности сериализуйте при помощи JSON. Он никакие объекты не позволяет пропихивать. Если это все же необходимо, то объекты необходимо указывать по белому списку. Либо, если очень дорого и сложно переходить на JSON, можете в nserialize дописать дополнительную опцию, которая allowed class at false, означающая, что никакие классы дестерилизовать нельзя. И следующая уязвимость — это у нас race condition, либо состояние гонки. Возникает данная уязвимость, когда два потока одновременно у нас обращаются к одному и тому же ресурсу. На примере мы обращаемся двумя потоками к счетчику, каждый из которого должен увеличить значение на единицу. Но по факту вместо ожидаемых 19 мы получаем 18. Все это становится намного более интересно, когда касается денег. У Starbucks на сайте была возможность приобретать подарочные карты и функция переводить деньги с одной карты на другую. Это осуществлялось в два запроса. Первым запросом передавалось, сколько денег, откуда и куда мы переводим. А вторым — подтверждение. Наши следователи решили проверить, что же будет. У него было две карты. На одной — 10 долларов, на другой — 0. И он открыл две независимые сессии, в каждой из которых осуществил перевод 10 долларов с одной карты на другую. И далее, благодаря Куру, одновременно выполняет эти запросы. Что происходит дальше у нас? Каждый из потоков обращается к ресурсу, видит там необходимые 10 долларов и переводит их на карту. В результате вместо ожидаемых 10 долларов у нас оказалось 20 долларов на второй карте. Как вы думаете, сколько за такую интересную уязвимость получил наш исследователь? Чтобы вы не предполагали, ответ неверный. Потому что получил он угрозу уголовной ответственности, так как у программы Starbucks не давала разрешения на исследование своего функционала. И теперь, как же защищаться? Все довольно-таки банально. Необходимо при обращении к ресурсу, чтобы устанавливалась блокировка. То есть первый поток, обращаясь, смотрит, есть ли блокировка, если ее нет, он ее устанавливает и держит до того момента, пока не закончит работать с ресурсом. Второй поток обращает, смотрит, стоит блокировка, значит мы ожидаем ровно до того момента, пока не закончится работа первого потока. Это, соответственно, не все ошибки, о которых мы можем вам рассказать. Бывают какие-то логические, бывают пропущены проверки прав пользователей, могут быть ошибки при использовании криптографии, неверная ее реализация. Также бывают ошибки при конфигурировании веб-сервера, базы данных или настройках языка программирования. Дополнительно почитать проявительности можно по нашему QR-коду, вставленному любезно нами в слайд. На этом у нас по уязвимостям все, мы готовы. Да, вот здесь первое, что вас спрашивают, ребят, что вы такие грустные? Ну, я отвечаю, что цена за ошибки очень большая, поэтому, что веселиться-то? Надо править ошибки. Вопросы вам. Значит, осмотрите. Первое, что интересует партнеров. Какой у нас у компании регламент по работе с ошибками безопасности, с уязвимостями? Мы ищем ошибки, ставим, соответственно, на необходимого разработчика, даем ему рекомендации при исправлении, он правит, мы перепроверяем. Если это уязвимость критичная, мы ее правим в тот же день. Если это что-то где-то глубоко и не особо страшное, это уходит в рабочем порядке в обновлении в ближайшем. Чаще всего это довольно-таки резко у нас происходит, так как с момента разработки и до того, как это оказывается у клиента, у нас довольно-таки много стадий тестирования. И, в принципе, чаще всего, практически в 99% это, естественно, все узнается, еще до того, как ушло клиенту. И правится на этом этапе. Вот здесь спрашивают, есть ли у нас, господи, как он правильно называется, про баунти, я говорю, бак-баунти, конечно. Да, у нас открыта программа бак-баунти в данный момент. Так что здесь я видел, троллили в нас в комментариях, ребята, да, у нас мы в бак-баунти. Итак, здесь еще интересуется, вот вы много говорите про ошибки, да, вот там, как, что и делать. Здесь, опять-таки, ребята спрашивают, типа, дайте какие-то рекомендации, научите, как обезопасивать свой проект, обезопасивать, кому как удобно. Есть ли какой-то и будет еще какой-то дополнительный инструмент, ну, что ли, автоматического предотвращения каких-то ошибок безопасности? Планируете ли? У нас есть проактивная защита, ты позже, я думаю, о ней расскажете, вообще, для чего она. Ну, это был, следующий будет ответ ваш на вопрос, да, можете рассказать. Проактивная защита, это все-таки как дополнительный рубеж на непредвиденные ситуации, но в целом это не панацея, нужно просто все-таки более грамотно писать приложение и учитывать все эти нюансы, тестировать и исправлять. А в целом нет какой-то кнопки, которая за вас найдет силуизвестность? Ну, окей, ну, хорошо, проактивная защита, на что мы можем рассчитывать, на что коллеги могут рассчитывать с инструментом проактивной защиты, и нужно ли сейчас ее включать дальше? Однозначно нужно, она должна быть по умолчанию включена, потому что никто не защищен в том плане, что всякая жизнь бывает. Может быть, вы что-то кастомизировали, если мы говорим о коробке, и где-то допустили вы поверх ошибок. На любых проектах рекомендуете, прям вообще на всех? То есть даже на кастомных, высоконагруженных мы со всем справляемся. Стараемся. Окей, вот здесь еще, здесь очень интересно, собственно, вы говорите про цены, про деньги. Собственно, у нас в компании Bittrex есть какая-то программа, когда можно зарепортить, получить тысяч пять долларов. Да, у нас сейчас есть программа Bug Bounty, она открыта только приглашенным пользователям на данном этапе. Что нужно сделать? То есть я хакер, хочу зарабатывать. Что делать? Напишите в техподдержку, мы вас скоординируем. На руководство, там он уже решит. То есть мне напрямую, вам нет смысла что-то репортить, и вы все равно не заплатите? Напрямую нет. Только в Bug Bounty. Ребят, кто хочет заработать, вот здесь вас в Bug Bounty. Да, да, Дмитрий, вот здесь я вижу, что вы очень прям хотите. Напишите, мы дадим вам ссылку на Bug Bounty, может быть, вам что-нибудь перечислим. Еще отдельно по регламенту я дополню, что как только какая-то уязвимость появляется в публичной, то мы максимально быстро ее исправляем. Это в наших с вами совместных интересах, поэтому отвечаю на этот вопрос дополнительно. Вот здесь еще спрашивают, есть ли, может быть, какой-то в Телеграме у вас секретный чат по безопасности? Он же секретный. Глупый вопрос. Окей, ребят, значит, секретного чата у нас в Телеграме нет, а если он есть, мы вам не скажем. Значит, еще. Вот здесь Роман спрашивает. Вопрос в студию. Анализирует ли Bittrex по перечисленным уязвимостям, размещенные в Marketplace и приложения партнеров-разработчиков? То есть кейс очень понятен. Я, партнер, хочу зарепортить какое-то приложение, и вы чек делаете? Мы это делаем крайне редко. Приложений очень много у нас есть, очень много своего кода, который у нас даже не до конца еще покрыт глазами. Проверяют только у нас на функционал, к сожалению. Вообще, в целом, то есть, в первую очередь, это ответственность партнеров. Там есть автоматический сканер, который делает какие-то проверки, может вам что-то подсказать, но мы лично их тип приложения не рассматриваем. Что у нас есть в сканер? В первую очередь, это все-таки ответственность партнеров. Но это мы… Как-то можно ли навредить нам с помощью решений партнеров? Роман, вот вы спрашиваете, можно или нет? Ну, в целом, вы можете ввести какого-то там пользователя в заблуждение, если перерисуете там какой-то фрейм, спросите у него пароль от его аккаунтов в Bittrex24, например, и там где-то у себя на сервере сохраните. Но мы такие приложения отсеиваем в новой этапе их проверки функционала. Окей, вот здесь еще от Ивана такой вопрос с подковыркой. Значит, книга продаж по Bittrex24, которая доступна только для партнеров, конфиденциально, оказалась общедоступна. Значит ли это, что файлы, имеющие ограничения на доступ в наши CMS, могут просматривать любой пользователь интернета? Вы забываете про человеческий фактор. Я тоже могу купить книгу, например, отфотографировать ее и ее слить в сеть. И так бывает, к сожалению. Ну, в данном случае, давайте я дополню, в данном случае, вообще-то, ну, контекст проблем мне не очень понятен. То есть, на каком сайте, на каком сайте кто эту книгу выложил, я не знаю. Если вы интересуетесь, Ивану, окей, напишите, мы это выясним и вам ответим. Еще. Доктор спрашивает, некто доктор, от, я сейчас могу неправильно назвать ваш термин, поправьте, от DOS Http, как защищаетесь? От DOS? Наверное. Я могу по буквам назвать, я вдруг неправильно называю, DOS Http. Я не знаю, что я впервые встречаю такой тип атаки. Ну, в данном случае, может быть, вас проверяют, вообще существует такое, я не знаю. Нет, от DOS у нас в основном защищаются админы, грамотные конфигурации, грамотным отправлением в своевременном, в черный список просто IP-адресов, которые отправляют какие-то лишние запросы. Окей, в счет вам, как специалистам, ваши рекомендации. То есть, здесь рекомендуют делать и Nuru, и FileType, да, и закрывать сайт от индексации. Вот вы как? Вообще рекомендуете или не рекомендуете? Ну, как можно запретить кому-то индексировать ваш сайт, как его иначе Google найдет? Не знаю, клиент, ваши пользователи. Нет, там, видимо, вопрос не совсем об этом. Здесь, это как, это вообще в целом как рекомендация, что вот, вот как обезопасить. Индексируйте, только публичную часть не надо индексировать, что попало. Еще, вот еще вопрос подковыркой, Local File Inclusion неплохо закрывается через OpenBaseDeer, да? Если так, то почему же тогда Bittrex считает это плохой настройкой в проверке системы? Нет, Local File Inclusion не обязательно хорошо защищается от, через вот эти настройки директорий, потому что у нас разрешено достаточно много мест, где можно загружать файлы, они будут загружены в директорию оплот, и из этого оплота вполне себе можно выполнять производный код, если использовать эту выязвимость. Вот здесь, ребята, еще раз спрашивают условия, программы, баг-баунти, Руслан, если вы сейчас серьезно, да, то напишите, пожалуйста, нам, мы вам все озвучим. Да, напишите нам в открытую линию, мы прямо у вас... Еще доктор нас спрашивает, что вы, ребята, порекомендуете использовать для закрытого доступа к коробочному порталу Bittrex, предприятие, например, из интернет для пользователей и админов, может быть, какой-то VPN клиент, либо какие-то, может быть, ключевые параметры? В самом лучшем случае отключаетесь от интернета, идете в подвал, ставите там сервер, просто... То есть, делаем внутренний закрытый контур. Это действительно это самая лучшая рекомендация, у нас вот пример, это банки, самые частые клиенты, они просто не выводят свои сервера с внутренней в интернет, самая лучшая безопасность. Так, есть у меня еще какие-то были вопросы, сейчас секундочку, я посмотрю, есть ли они у нас еще или нет. Да, вот ты говорил, Макс, про защиту от RC, да? От чего? RC. RC, наверное. Возможно, RC, да, окей. Значит, и вот в PHP-сессии, которая есть, которая через файлы, блокирующая, достаточно ли этой блокировки для защиты от RC, Это, наверное, про S-condition. Я ваших терминов очень мало знаю, я не хакер, я другой. Если мы говорим про RC-condition, то у нас было на сайте, ну ладно. Нет, это не поможет, потому что, как в случае Starbucks, просто откроются две параллельные сессии, ты можешь это в обычной вкладке инкогната сделать, и это уже не поможет. Окей. Так, я жду буквально еще секунд пять, читаю, вдруг я вопрос какой-то еще забыл, если ничего нет, а уже ничего нет, то, коллеги, я думаю, что будем завершать наш доклад.